Ребят, полгода уже вместе, поздравляю, молодцы! Вы по армейским меркам прям это, черпаки! Заюш вам подарок купил. Ну я так, подредактировал. Вот, плед! Ну, укрываться там сами, знаете, по размеру, все. Слушай, братан, может там, секундочку? С праздником! Да что такое, что ты? Братух, ну полгода уже прошло, ты что, подкалываешь? Да хорош, я просто все это время реально думаю. Вы как с ним познакомились-то, блин? А ты что, не знаешь? Нет. Как сейчас помню, это был знаменательный день. Короче, братух, сижу я дома и думаю. Пора уже какой-нибудь второй половинчик обзавестись. А что, я считаю, уже года подходит? Да и за коммуналочку полегче вывозить будет. Я, короче, беру телефон, скачиваю приложение МАБА, регистрируюсь, там вожу свои данные. И тут, братуха, появляется она. Ну я гляжу, она в сети. Ну я, короче, подумал ей написать. Сначала я думал, она меня продинамит. Ну я собрался с мыслями, сформулировал текст и написал. И тут ответ не заставил себя долго ждать. Ну я, пацан-то веселый, юморком я ей ответил. И прикинь, сработало. И тут, братух, я понял, что вот она судьба. Ну и начал прикид на свидание суетить. Ну сразу было ясно, что идти в самом дорогом нужно. В плазме было идти, короче, не вариант. Поэтому выбор пал на робу отчима. А чё она зимний двенашку стоит? С парфюмом вопрос на раз решился. Цветы с конфетами тоже без проблем насуетил. Она предложила встретиться в парке. Я, короче, подумал, что нужно эффектно появиться. Ну, типа, на дорогой машине. И тут тоже отчим помог. Газель? Ты чё, братан, она миллион стоит? Ммм, натурик. Ну я пришёл пораньше. Лежу, нет никого. Но я решил включить альф самца. Лёг по сексуальней. Чтоб она меня, когда увидела, охренела. Десять минут лежу. Двадцать минут лежу. Тут через полчаса смс-ка приходит. Ну я все свои ошибки учёл. Подготовился основательно. Подъехал. Цветы подарил. Машину посадил. Ну? Чё, ну? Чё, что у меня по щекам кто-то лупит? Мужик, вали отсюда. У меня здесь свидание. Так вы сейчас живёте вместе. А, да это мы потом с ним в Амби списались. Только она сейчас до сих пор не догадывается, что это я на лавке в робе валялся. Поэтому готов прекращать. Да я понял, понял. И вот представляешь, именно в этой обоценной робе я его тогда на лавке и подобрала. Тихо, тихо, тихо. Не вырубай видос, друзья. Если вы хотите найти себе нормальную пару на эту жизнь, то скачивайте приложение Мамбо. Все ссылки есть в описании. Друзья, пишите в комментариях историю о том, как бы познакомиться со своей второй половинкой и тому что. Ну, тот, кто нормальную историю напишет, мы обязательно передадим привет в одном из следующих выпусках. Удачи!